Фестиваль хендмейда. Именно так еще говорят про мероприятие под названием «Зеленая прищепка». Каждый год в арт-парке «Штыковские пруды» оно объединяет всех, кто делает что-либо своими руками, а также тех, кто хочет обучиться различным техникам приобрести какие-либо изделия или просто отдохнуть на свежем воздухе. «Зеленая прищепка» — ну мы искали какой-то такой символ, чтобы он был узнаваемый, позитивный, веселый, незаезженный. Мы подумали, что прикольная прищепка, цепляйся к нам. «Зеленая прищепка» — это первый в своем роде фестиваль на Дальнем Востоке. Его участники между собой не соревнуются, а просто демонстрируют друг другу и посетителям, кто что умеет. У нас есть гости из Приморья, из Хабаровского края. Приехали из разных уголков, из городов, из ближайших также деревень и сел. То есть абсолютно отовсюду у нас сегодня есть мастера. Техники также предоставлены различные, начиная от валяния, заканчивая украшениями. В этом году фестиваль расширили и акцентировали внимание на творчество в принципе. Поэтому помимо хендмейда здесь выступали разножанровые творческие коллективы, представляли синхронное плавание, а скульпторы на глазах у зрителя из куска дерева создавали фигуру зайца. Для посетителей организаторы и участники приготовили всевозможные обучающие мастер-классы, среди которых лепка на гончарном круге, создание восковой свечи, плетение из природных материалов. Удивила присутствующих так называемая эбру-магия, или по-другому турецкая техника рисования на воде. Получившееся потом изображение можно переносить на бумагу или ткань. В этом году фестиваль посвящен Году экологии, заявленная тема в гармонии с природой. Поэтому на зеленой прищепке было представлено только эко-творчество. Детям предлагали слепить зверей или мультяшных героев из полимерной глины. Изделия из нее не требуют обжига, а затвердевают сами в течение суток. Вот эта глина, она абсолютно безвредная, не вызывает аллергии и абсолютно безопасна для окружающей среды и детей, и животных. Корейская. Журнал «Сады и огороды Приморья» в этот раз не только предлагал подписку и отвечал на вопросы садоводов, но и пропагандировал экотуризм. По их словам, для отдыха не обязательно выезжать в дикую природу. Достаточно посетить красивый дачный участок. Принимаю туристов, вожу их по саду, провожу экскурсию, пою их вкусным чаем. Чем интересны туристы? Ну, во-первых, интересный дизайн. У меня там фонтаны, ручейки, горки. Программа фестиваля длилась с 11 до 21 часа. Вдобавок к концерту и мастер-классам посетителей ждали конкурсы, викторины, розыгрыши, а также участие в создании всевозможных стрит-арт-объектов. Все эти разноцветные цветы – элемент будущего арт-проекта от зеленой прищепки. Любой желающий может раскрасить деревянный цветок в любой понравившийся цвет. Потом их повесят на дерево. Таким образом, каждый присутствующий может внести свою лепту в украшение штыковских прудов. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.